В первую очередь поздравляю Днепр с победой. Хорошая игра в защите с их стороны и с нашей стороны очень. Не то что плохое нападение, а плохая реализация наших моментов. Трехлечковых брызгов из-под кольца. Мне кажется, эта реализация сыграла большую роль в нашем поражении. Сказали, что на конце матча Химик остановился, а не то, что остановился, но просто мы бились до конца, старались, но в конце больше повезло Днепровне, когда они забили эти нужные мячи на тот момент. Такая ситуация получилась, я не скажу, что команда остановилась. Спасибо. Две разные половины. Первую половину мы выиграли 27-18. Вторую половину мы проиграли полностью четверть, особенно последнюю четверть. Первую половину мы должны были выигрывать больше, чем 9 очков. Опять же, была очень плохая реализация. По защите я могу сказать, что 55 очков – это отличная защита. Мы выполнили полностью все то, что мы договаривались. Но по нападению 62 атаки мы сделали, они сделали 54, и мы проигрываем 11 очков. Мы делаем 17 подборов нападения, они делают 11, и мы тут из-под кольца не можем забить. Мы делаем 9 перехватов, они делают 3 перехвата. То есть, просто катастрофически плохая реализация открытых бросков. Как из-под кольца, так и трехочковых. Плюс, ну я не знаю, у меня основной центровой лав играет 6-20. Ну, честно, я не знаю. Без комментариев. 6-20 играет основной. Один из основных игроков 6-20, он получает 5 фоллов за 6 минут. Честно скажу, я. Очень сильно удивлен, и поэтому очень сильно тут нужно было перестраивать планы игры. Лав сыграл первую половину 3 минуты, и получил 3 фола, и сыграл вторую половину. Сразу получил 2 фола, и сел на скамейку. Я, получается, вынужден играть с Петровым 37 минут. Антипов тоже второй большой, который у меня есть. Молодой игрок, 27 год, получает 5 фолов, и гравит. Поэтому, знаете, тут немножко пришлось по ходу перестраивать игру, но основная причина от поражения – это катастрофическая реализация своих обрезков. Открытый обрезок. Спасибо. Можешь еще вопрос. Десь у третий, четверти серединарный ракунок, не про. Десь уже психологично тут чувствовалось, что в опции выбирал таймал, доводилось им трехи в тату игру, потому что они десь уже почали прогревать в тату игру, потому что в тату игру все время было хорошее нападение с реализацией. Ну, по сопернику, если сказать, в принципе, игруальный и тактический метод, полученный в тату полный, такой же команда, как ту, которая задал. Да, да, ну, я говорю, что, конечно, 55 очков – это очень хороший результат. Первая получается 18, и получилось во второй половине наоборот. Мы забили 17, да, то есть открытые броски. Надо над этим работать. Спасибо. Стас, приветствуем вас с выходом в финал. Твои ощущения после финального матча, ну и комментарии о победе? Ну, знаете, эмоции переполняют. Честно скажу, я до сих пор еще не могу поверить, что мы сделали сегодня, потому что, как все видели, после первой половины у нас игра не клеилась, но все равно мы оставались до конца командой, и считаю, что в четвертой четверти мы сделали свое дело, то есть дожали химик. Нам еще тренер за два дня до игры говорил, что в последней четверти Смит никому мяч не будет отдавать, будет сам играть. Ну, мы, да, нашему тренеру доверяем, то есть, и вот видите, результат получился. Ну, да, 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 и как бы всю четвертую четверть он пытался всего одиночку решить, и это сыграло с ними злую шутку, то есть, нас, нам, мы хорошо мяч в нападении двигали, были единым коллективом, то есть, как и всегда, и это принесло свои плоды, то есть, теперь ждем следующую пару, будем уже готовиться на финал. Ну, кого бы хотел видеть соперником в финал? Сильнейшего. Ну, да, да, сильнейшего, но, конечно, хочется будивельник, потому что здесь обыграть хозяев, то есть, мы им все игры проиграли в чемпионате, хочется взять у них хороший реванш, то есть, одна победа, то есть, за три поражения, то есть, это будет, я считаю, достойно. Команда будет оставаться на трибунах или остальное дело? Нет, 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 мы идем в гостиницу отдыхать, много сил потратили, сейчас доктора, массажисты будут нас чувства приводить. Окей, спасибо, сын. Спасибо. Главный этап на баскетбольном клубе Днепро, так само у вас с выходом в финал, прокомментуете сегодняшний бой? То, что команда сегодня защищается, это было видно с первой минуты, и несколько защит мы сделали, таких, что химик даже не смог посмотреть на кольцо, было видно, что команда настроена на защиту. В принципе, это уже вселяло надежды на хороший исход, это меня радовало, что команда сконцентрировалась на том, что мы хотим. То, что у нас не заладится нападение, мы ожидали, потому что и прессингом хорошо играет команда химика, и волнение ребят, некоторые первый раз играют за какой-то титул в жизни. Понятное дело, что волнение будет сказываться, из-за этого мы будем мазать какие-то броски открытые, свободные, что-то пойдет в нападение не так, мы вполне этого ожидали. Но во второй половине смогли провести беседу и в раздевалке с ребятами, что можно играть немножко по-другому в нападении, сделали выводы, и в первой половине дали лидерам немножко отдохнуть, в концовке, мне кажется, они были немножко посвежее, чем в лидерах химика. Передняя линия химика, главная боевая единица, помогали то, что не поймем, на то, что играл практически Петров, когда на пятерке, но практически из-за масштаба. Ну, учитывая то, что выпал лав полностью, конечно, Петрову уже некуда было деваться, как-то мучиться всю игру на площадке, не без отдыха. Я не могу сказать, что это помогло, он все-таки свое дело сделать, очки набрал, подборы набрал, доставлял нам много неприятностей из-под кольца, но чем-то мы пожертвовали. Отдали какие-то очки Петрова, забрали их у Смита, забрали у крайних нападающих. Я думаю, что, мне кажется, что финал будет морально уже полегче, потому что, в принципе, то, что мы попали в полуфинал, это уже результат. Я не могу сказать, что он хороший или плохой, но ребята для этого что-то делали, они много для этого работали, они старались на тренировках, в играх. У нас были четвертьфинальные игры, очень сложные, с черкасскими мавками. То, что мы попали сюда, это уже какой-то результат. И, как по мне, мы шагнули, можно сказать, выше говорили. Если не прогнозировать финал, так, то будет финал. Марк, просто, вот, в отношении тренера не право. Сильные стороны библи, сильные стороны бодивельника, если с кем-то здесь все разговаривали? Ну, сильные стороны бодивельника, мне кажется, тут не секрет совсем. Это Дуга и Стефенсен, которые изменили команду, они разгоняют команду, они очень быстро играют в нападении, они очень здорово защищаются. Стефенсен закрывает несколько позиций, Дуга с мячом на площадке творит чудеса, очень быстрый игрок, здорово разгоняет. И, что самое главное, что концовки игр, которые там могут быть ровные, они всегда берут на себя и практически в положительную сторону. БИПа – это быстрый баскетбол, вязкая защита, быстрые поливы, трехочковые попадания. Спасибо большое.